Чудеса происходят в Египте. Это первая береговая линия. Ого, здесь прям столы ломятся. Это дешевый отель. По правде сказать, я в шоке. Но есть нюансы. Друзья, всем привет-привет! С вами, как всегда, Ксюша. Нахожусь я сейчас в Египте, в Хургаде, и отдыхала в отеле Royal Lagoons 5 звезд. И напоминаю, что каждые сутки проживания обходились мне в 45 долларов. Сегодня мы с вами переезжаем в новый отель, в другой отель. Что за отель? Обязательно сама посмотрю, вам покажу. Все то, что интересно нам, туристам, обязательно посмотрим. Сейчас буду идти на ресепшн. Посмотрим, это важно. Посмотрим, оставляют ли браслеты, либо срезают. Вот, ну, будем надеяться все-таки, что оставляю. В общем, в этом плане я вам обязательно все расскажу. Вызывать такси я буду через InDrive. Uber я перестала пользоваться, там дурят. Причем очень дурят. Поэтому InDrive на данный момент, ху-ху-ху, мне нравится. Сегодня у нас с вами будет очень насыщенный день. Ну что, готовы? Поехали! Вам солнечных видов в ленту. Ну, напоминаю, как выглядит еще раз территория. Здесь музыка гремит. Ну, конечно, уже такое время. Двенадцатый час. Все отдыхающие сейчас на море. Вот, но здесь на бассейнах вечером однозначно бум! Вот такой вот лифт. Камера в лифте есть. И я уже с сумками, с багажом, обвешанная сумками, направляюсь на ресепшн выселяться. Люди, кто заселяется, кто с вопросами на ресепшн. Все, я уже отошла от ресепшн, ключи от номера и от полотенец я уже отдала. Но браслетик остался со мной. Значит, мы остаемся гостями отеля Royal Lagoon's до тех пор, пока за нами не приедет трансфер. Это хорошо, несмотря на то, что это самая дешевая, бюджетная пятерка, как кому. Так, я сейчас буду вызывать свое такси, и мы с вами едем дальше. Приехало мое такси Royal Lagoon's. Пока-пока, спасибо за отдых. Ура! Я уже приехала в отель, в котором буду жить. Такси обошлось мне в 62 фунта. Это доллар там с копейками, но я обязательно водителю оставляю на чай. Это уже, кстати, второе. Здесь невозможно просто стоять. Если вы вот так вот будете стоять, будут вот так вот подъезжать просто и предлагать свои услуги. Да, таксисты в Египте, конечно, такие. Своеобразные, вот я их называю, ребята. И приехала я в отель, который называется Bella Vista Resort. Четыре звезды. И каждые сутки проживания будут обходиться мне в 45 долларов. Отель находится на Шератоне. Это центр Хургады, сердце Хургады. Показываю вам, какая обстановка здесь сейчас. Машины бибикают. Такси уже шестое по счету. Останавливается. Такси нет, спасибо. И предлагают мне свои услуги. Ну, а находится отель на Шератоне, я вам говорила, в районе Эль-Сакалла. Так, я сейчас буду проходить на ресепшн. Приехала я раньше. Сейчас еще часа дня нету. Сколько точно? 12.20, ребята. Посмотрим, как здесь заселяют. Мне очень любопытно, будут ли мариновать до 14.00, либо заселят раньше. В общем, легкий мандраж в этом плане никто не отменял. Поехали. Так, беру свой чемоданчик. Сразу возле выхода в отель. Кстати, вот возле отеля видно, что убирают. Вот, вижу, мусорницы стоят. И также есть магазинчики. Я люблю Кургаду. И даже кофейня, кофе-студио. Ой, обалдеть. Ну, я не знаю, это кофейня платная, либо она от отеля. Нет, платная, вижу, цены есть. Так, ну, давайте же будем проходить. Так, здесь никто меня не встречает. Сумку не спешат забирать. Ну, да и ладно, сразу. Здравствуйте. Сразу здесь у нас при входе. Вот, забирают сумку. Отлично, шукран. Так, можно ресепшн? Проходим на ресепшн. Спасибо большое, шукран. И что я вижу? Вижу, вазончики красивые. Так, вот ресепшн. Ну, давайте подойдем вначале на ресепшн, а потом уже все остальное сразу, как обычно, одевают браслетик. Вы знаете, вот приятно. Сразу браслет одевается и здесь. Я буквально заполнила анкету. Также, так же, это, отсканировали паспорт. И все, браслетик уже со мной. Я могу как гость, как полноценный гость отеля. Сказали подойти через 5 минут, но я даже эти 5 минут терять не буду. Мы с вами обсмотримся. Вот такие вот подушечки, чистые подушки. Вау, железо. Такие вот кованые диваны, кресла. Ну, круто, конечно, знаете. Здесь можно и поспать с дороги. Я знаю, что такое вечерний перелет, когда ты не высыпаешься. Я где сяду, там, и сплю, как говорится. Также вот по всему лобби, холода, здесь я вижу вазончики. Это очень мило. И так же при входе я вам показывала такие вот две пальмы. И вы посмотрите. Нет, не живые. А жаль. Я, конечно, бы обалдела, если бы они были живые, но смотрится эффектно. Так же я показываю вам, как здесь выглядит люстра. Мне нравится то, что вазончики есть. Ах, обожаю я зелень и на пляже, и в холле. Везде обожаю зелень. Мне очень нравится, когда есть вазоны. Они действительно украшают. Также на втором этаже здесь то же самое. Есть, кстати, ребята-спуск для людей с ограниченными возможностями. Это очень удобно, несмотря на то, что это бюджетный отель, дешевый отель. Предусмотрел это. Это важно. Так, здесь я вам показываю. Так же все выглядит. Картины такие. Вот, ой, какая милота. Вот такая вот Мося. Здесь спит кошка, любимая. Упитанная. Не худенькая, точно. Так, и вижу прямо лобби-бар. Давайте пройдем сразу в лобби-бар. 5 минут они такие, знаете, длинные. Есть сразу, вижу, магазин. Также есть фотограф. Вот, а здесь у нас чин-чин-бар. Лобби-бар, чин-чин-бар. Так, есть, конечно, здесь как палатная коктейль. Вот, а также должны быть и бесплатные коктейли. Мистер, hello. Здравствуйте. А скажите, это фри? Это бесплатно. Это бесплатно. Так, друзья, выбор по коктейлям. Показываю. Белла Виста. Алкогольная. Это идет, значит, куба-либра, джин, текила, чин-чин и виски с чем-то. Вот. Немного, но тем не менее, вот алкогольных раз, два, три, четыре, пять, шесть и есть. Безалкогольных получается два. Также пиво 125. Вот, чай 45. А не вижу здесь мохито. Сколько стоит? Наверное, в другой стороны. Так с этим мы разберемся позже. Чин-чин давайте. Вот, чин-чин. Он с джином. Попробуем чин-чин. Так быстро? Только заказала уже сразу. Спасибо. Показываю, как выглядит коктейль. Также здесь есть кофемашина, ребята, и автоматы с соками. Так, а это у нас что? Джин, кстати. Ребята, ну, мало ли, вдруг кто захочет, да, с собой там, не знаю, друзей угостить в своей стране. Вот. И захочет с собой взять именно египетский алкоголь. Вот, ром, джин, 10 долларов. Такая вот подарочная, такой вот подарочный набор, точнее, кола, джин, кола, ром. Да. Так, сейчас я буду брать свой коктейльчик. Продегустируем его. Давайте где-то присядем. Вот здесь вот. Столики чистые. Также здесь что? Есть меню. Можно отсканировать меню и посмотреть цены, либо же что есть. Обратно же, что нравится, то, что в холле, здесь, где ресепшн, работают кондиционеры, прохладно. Это замечательно. В Египте, я говорила, несмотря на то, что дорогой, дешевый, бюджетный отель, кондиционеры везде работают хорошо. Так, мой коктейльчик. Очень любопытно его продегустировать. Друзья, за ваше здоровье. Ну, сладенькие, вкусные. Вы знаете, у меня эти коктейли, вот как-то все на один вкус. Да. Напоминаю, что это дешевый отель, поэтому в таких отелях сладенький, холодненький. Вот клубничный вкус. Вот, кстати, послевкусие, нет, есть, легкое послевкусие, вот, я вам тоже об этом рассказывала. Также даже вот лайм есть. Вот лайм в некоторых отелях, точнее лайма в некоторых отелях в коктейлях нету. А здесь, пожалуйста, даже лайм есть. В принципе, пить можно. Да, кто там не гурман каких-то сладких ликеров, то, в принципе, можно будет выпить. Касательно пива, кстати, еще узнаем. Так, я сейчас буду подходить на ресепшн, 5 минут уже точно обещанных прошло. Чудеса происходят в Египте, в самом бюджетном отеле. Сразу одевают браслеты, сразу дают ключи от номера, концепцию. This is one? Да, one. Я один, совсем один. Так, есть человек, который номер комнаты 316. Ура, меня уже заселили, я вам обязательно все покажу. И вот, кстати, вот не зря я всегда, знаете, опасаюсь, когда говорят, у вас лучший номер с видом на море. Я вам обязательно покажу свой номер, свои апартаменты. Ну, на данный момент я направляюсь в ресторан. Мы обязательно пройдемся и обсмотримся, ребята, оазис. Территория, конечно, действительно очень-очень супер зеленая. Ну, и также в цветах показываю вам это лето в ленту. Я, конечно, от территории, на данный момент, то, что я вижу, я в восторге. Но есть нюансы. Давайте же будем проходить в ресторан. Посмотрим, чем вкусным угощают туристов. Султана ресторан. Так, проходим. Здравствуйте. Ой, в ресторане очень хорошо работают кондиционеры. Показываю вам, как здесь все выглядит. Посадочная зона находится по правую сторону. Здесь, можно сказать, ресторан делится вот на две части. Посадочная зона и зона с раздачей еды. Сразу вижу при входе два супчика. Томатный и какой-то еще. Так, и вермишель суп. Так, и в мармитах здесь раздача еды. Здесь чикен, курочка. Так, рыбка. Показываю, как выглядит рыбка. Ну, аппетитно. Это факт. Здесь у нас тушеные овощи, брокколи, сукини, морковка. Так, картофель. Ой, горячее все. Очень нравится то, что блюдо горячее. Здесь у нас зеленая фасоль и морковь. Так, и также белый рис. Много тарелок. И здесь вот такой вот зонтик. Здесь разные салатики. Морковка. Можно делать, кстати, микс, да, морковь. Вот этот капуста. Также есть соусы, оливье даже есть. Обалдеть! Где бы я еще, да, поела оливье, как ни в отеле Белла Виста. Также есть зеленая стручковая фасоль. Ну, в общем, по салатикам очень даже неплохо. Вау! Вот, это мне нравится. Очень люблю я. Вот такие островки. Здравствуйте! Здесь и помидорчики, и огурчики. Перец трех видов. Красный, зеленый, желтый. Также здесь сыр. Именно здесь находится оливковое масло, гранатовый соус и сыр фета. Здесь вот кетчупы и картофель фри. Очень картофель фри любят дети, но не я. Также соусы вижу еще вот здесь, но здесь уже с перчиком. Я такие не ем. Здесь у нас хлебобулочное изделие. И сразу вижу по правую сторону бар. В бар мы подойдем с вами позже. Ого! Здесь прям столы ломятся. Не, ну, действительно. Мало того, что с одной стороны много блюд. Вот, также и здесь я вижу вегетарианское блюдо, цукини, морковь, также белый рис. Здесь что-то мясное, вот. Так, здесь у нас картофель снова. Также паста негреско. Здесь такие вот булочки с сыром. И это хаваши, хаваши, вот. Такие вот похожи на наши беляши, вот. Ну, мне, по крайней мере, такая ассоциация. Только называется по-другому. В общем, тесто с мясом. Так, здесь пицца. Здесь также картофель, батата. Что это такое? Это курица в кляре. И к курице в кляре есть еще соусы разные. Наверное, вот этот будет вкусный, но я бы все-таки сливочный брала. А здесь станция паста. Три вида макаронов на выбор. Вот. И вы уже себе выбираете также добавочки, которые хотите. И вот такой вот вкусный, обалденный соус. Ну, выглядит, по крайней мере, очень вкусно. Так, дальше у нас сладкий стол. Вау! По сладкому столу тоже очень даже ничего. Какой красивый торт. Так, показываю, какие сладости. Вот. Так, торт. Я более чем уверена, что торт также в разрезе выглядит. Дальше. Здесь сладкое заканчивается. А здесь уже у нас дынька, фрукты, апельсинчик, также финики и снова дынька. Показываю, кстати, вот здесь тоже есть посадочные места. Но мы давайте с вами подойдем до бара. Да, кофемашина есть. Отлично. И знаете, что мне еще нравится? На данный момент... Вот. А, вот это работает. Это не работает. Это не работает. Шипра. Да, подача. Здесь две кофемашины. Привет, привет. Так, и что мне нравится, что здесь кофейные напитки можно делать самому. Вот. Не нужно просить бармена. Ну, кофемашина, конечно, крутая. Ничего не скажешь. Удивляет меня отель Велла Виста. А то, что я вижу на данный момент, мне нравится. Ребята, показала вам эти полукилометровые столы. Некоторые блюда, конечно, просто повторяются. Обратно же были у меня волнения касательно чистоты. Все-таки это бюджетная, дешевая четверка. Вот. И что могу сказать? То, что я вижу, сама показываю вам. Чисто. Выбор кофейных напитков шикарный просто. И также здесь есть еще детская зона. Такие вот разноцветные столики, стулья, стульчики. И также есть блюда диетические для деток. Да, картофель фри. Совершенно на диетическое не похоже. Но обратно же. Картофель фри очень любят дети. А здесь вот тоже соусы. Ну, я сейчас буду брать тарелку и что-то вкусного себе насыпать. Так, стулья здесь тоже железные. И каждое стуло покрыто такой плотной пленкой. Так, все, я присела уже. Все на все то, что я хотела. В первую очередь хочу показать, какая подача стекло. Также в баре стоит тарелка с лимоном и мятой. Вот, я попросила лимончик, мяту. Вот, пожалуйста, я такое люблю. Холодненькое за наше здоровье. И также есть, ребята, пиво. Пиво разливное. Я не знаю, как дальше. Возможно, где-то есть вылочное. Но здесь именно разливное. Тоже вот в таких вот стаканах. Это про ваше здоровье. Ну и обязательно кофе. Сегодня почему-то мне захотелось кофе. Я также вот взяла себе один десертик и восточные сладости. Дальше вот моя тарелка богатая. Я взяла пасту негреска. Также курицу. Обязательно рыбка. И свежая нарезка. Я показывала вам, что здесь есть такая зона. И при вам все это нарезается. Отдельное салат. Я вам тоже зону показывала. Шина в ресторане Шуна. На что я еще обратила внимание. Я вот так вот по ресторану ходила. В этом отеле очень мало местных. Здесь буквально я, по крайней мере. Полная посадка на данный момент. Пока я ходила там себе, выбирала что ли, буду обедать. Очень мало действительно местных. В основном слышу Европа. Очень много итальянцев. Отель такой, знаете, итальянский. В Шар-Мальшейке, кстати, есть такие тоже отели. Та же ванна Фонара, та же Параана. Вот. И в Белли Виста. Да, это не исключение. То же самое. Очень много Европы. Местных мало. Кому интересно, берите на заметку. Давайте же продегустируем эту пасту Негреско. Я пробовала в каком это отеле. В Марлин Инд. Паста Негреско мне очень понравилась. Кстати, Марлин Инд. Отель тоже. Отель М4 звезды. И так же мне он обходился в 45 долларов за сутки. Вот. Но место расположения Эль Мамша. Вот. А здесь Широтон. Очень вкусная паста. Ну, огурчик, помидорчик здесь понятно. Также мне интересно продегустировать рыбку. Ну, вот кусочек отвалился. Этот не продегустируем. Да, вам приятный. Пахнет рыбкой. Во рту тает. Ну, правда, я вам говорила, что в Египте я по-русски буду отводить. Это я успешно и делаю. Так, друзья, я показываю вам еще раз свой стол. Мне приятного аппетита. И я забыла, что на улице есть гриф. Давайте же пройдемся этой прекрасной зеленой территории. Потому что это просто вау. Мне очень нравится. Да, здесь, вы посмотрите, не только зеленый оазис, но и также балконы в цветах. Я представляю, как круто выходить вот утром, да, и видеть вот такой рай. Ребята, зелень вам в ленту, солнце в ленту. Очень красивая территория. Вы знаете, я вот только, когда шла к ресторану, я просто... у меня челюсть отвалилась, рот открылся. Красивая. Я обожаю зеленые территории. И я нашла этот отель Белла Виста. Кстати, рейтинг у отеля достаточно высокий, как для отеля 4 звезды. Я уже хотела дойти вот до самого начала территории, чтобы вот этот оазис вам показать с самого начала. Мусорнички касательно чистоты. Ребята, вы знаете, меня вот Египет в этом плане не перестает удивлять просто. Несмотря на то, что я очень много уже, да, показала бюджетных дешевых отелей 4-5 звезд, и в каждом отеле чисто, не исключение, также и отель Белла Виста. Да, конечно, на протяжении дня здесь вот листочки с деревьев падают, вот, но помимо листочков здесь ничего больше нету. Ребята, посмотрите, посмотрите, вот это да! Здесь, конечно, локации для фотографий очень много, ребята. Ну а дальше это что-то невероятное, действительно. Просто вот, знаете, такая вот гуща из пальм. Обалдеть! Я от территории просто в восторге. Да, показываю вам, как здесь всё выглядит. И именно здесь у нас находится бассейн. Большой бассейн. Не могу сказать, что он огромный. Нет, территория, кстати, в отеле Белла Виста компактная. Вот, и показываю, как выглядит сам бассейн. Есть здесь вот такой вот круглый 60 сантиметров по периметру лежачки. Лежачки добротные, что есть, то есть. Вот, и уже в бассейне у нас глубина 120. Показываю вам обстановочку сейчас. Напоминаю, что обед. А вот здесь вот как красиво, вы представляете? Вот, да, номер с такими вот видами. Шикарно просто. Так, давайте будем спускаться. Бассейн посмотрели. Хороший бассейн. Немаленький, небольшой. Средних размеров бассейн. И также, ребята, что самое главное, отель Белла Виста – это первая береговая линия. При выборе отеля мы отталкивались от цены. Самое главное были критерии. И, конечно же, первая береговая линия. Вот так вот мы с вами быстро дошли до пляжа. Пока разговаривали. Да, ребята, здесь пляж вот совершенно рядом с рестораном, можно сказать. Вот здесь вот бассейн. Ну, компактный. Компактный, конечно, отель. Обалденный, компактный, зеленый. Первая линия. Дешево, бюджетно. Что еще нужно? Так, давайте будем проходить. Я также видела здесь пулл-бар. Очень любопытно пройти в пулл-бар. Также мальчики-официанты что-то, не знаю, какие там мармиты, подносы понес. Это что, здесь какие-то дополнительные услуги есть? Ультра все включено? А было бы круто, да? За 45 долларов, а? Также еще нравится, ребята, представляете? Вот как продумано. Также и скамеечки поставили тоже. Ну, конечно, обалдеть. Ну, здесь не совсем, вот, кстати, комфортно. Лучше брать выше этажи. Вот вторые. Хотя я любитель, в принципе, первых этажей. Вот. Но на данный момент здесь территория такая вот компактная. Как-то, знаете, ты вышел попить кофе, да, там вечером. Либо, не знаю, просто посидеть. А здесь вот тоже кто-то сидит. И друг на друга смотрит. Здрасте. Так, здесь сидит у нас спасатель. И поднимаемся выше. И такой вот... И такой вот здесь пул-бар. Также вижу и снэк-бар есть. Вот здесь мы... Даже есть бьюти-салон. Обалдеть. Так, ну... Здравствуйте. Так, и в бассейне тоже есть вот эти вот стульчики. Можно покайфовать. А коктейль можно? Можно. Вкусный. Также стоит кофемашина. Вот автомат с соками. Яблоко. Вижу апельсин. Также можно посмотреть? Шукран. Официант мне дал меню. Вот. Кола 45. А это фри, да? Вот это фри. Кому интересно, ставьте на стоп. Как дали, так и забрали. Вот. Здесь у нас безалкогольные. Три вида. Вот. И алкогольные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть видов. Куба-либра. А вы что сделали? Мне не сделали Куба-либру. Мне сделали коктейль. Ну, назовем его спешен фоми. Шукран. Можно Куба-либру? Хочешь? Нет, спасибо. Хватит уже. Мне достаточно. Ой, здесь работают вентиляторы. Ну, конечно, да, в этом плане она крутая, что работают вентиляторы. Там, в принципе, и от солнца здесь крыша очень хорошо защищает, поэтому и в этом плане крутая. И такие вот добротные креселка, но они удобные, да, они действительно удобные. Столики, столики чистые. Вот, я ближе посмотрела, палец, чистые столики. Так, и показываю, какая подача коктейлей здесь. Ассортимент, выбор, да, коктейлей я вам показала, какой есть. Немного, но есть. В лобби-баре дегустировали коктейль. Это вот один в один, как в лобби-баре, только там в стекле, здесь в бумажном стакане. Так, я направляюсь в сторону своего номера. Просто великолепно. А сейчас я покажу вам свой номер, свои апартаменты. Номер у меня 316. Показываю, как здесь все выглядит. Белые коридоры такие вот. И голубые двери. Добротные голубые двери. Ой, ой, не пускают. Вставляем карточку. Да, будет свет. Так, двери закрываем. И такой вот небольшой коридорчик. По правую сторону здесь ванная комната. Ванная комната совершенно маленькая. Есть туалетная бумага, телефон. Два белых полотенца. Не пушистых, но белых. Также есть полотенца, я так понимаю, для лица. Кстати, когда я в номер заселялась, почему я так удивилась? Полотенец не было. Ни в банных полотенец. Было только полотенце для ног, ни для лица. Совершенно не было полотенец. Я на ресепшн не звонила, не подходила, забыла. Вот потом как сразу побежала обед, потом территория. Сами принесли. Хорошо, замечательно. Белое полотенце для лица и два банных полотенца. Одно серое, второе белое, тоже не пушистое. Стаканчик для зубной щетки, также пасты. Здесь у нас есть шампунь и также есть гель. Шапочка для душа, два кусочка мыла. Я мыла руки и очень в хорошем состоянии, вот если не новая сантехника. Также зеркало, не на всю ванную, но тем не менее, такое вот круглое, симпатичное себе зеркало. Есть зеркало, которое увеличивает и обычное, и также фен. Фен в хорошем состоянии и также работает очень хорошо. Ванная небольшая и душевая. Ну, лейка, как вы видите, тоже, да, не тропический душ, обычная старая лейка, вот, ну, чистая. Есть крючок для полотенец, ну, вот так вот быстро с ванной комнатой мы с вами и закончили. Выходим в этот коридорчик и видим такие вот добротные шкафы, встроенные. В одной половине здесь дополнительно две подушки идёт. Также есть много, кстати, много вешалок. Так, здесь закрываем. Ну, по крайней мере, ездит, работает, это уже хорошо. Есть сейв, также одеяло. Вот здесь, что у нас? Для обуви кто-то стучит. Так, да, да, что это? Да, у меня тут ремонтные работы идут. А, у меня тюли нет, ребята, вот так вот. Вот такой вот у меня шикарный номер. Вот, наверное, в этом номере у меня жили давно, потому что в этом номере даже нет тюли. Ну, тем не менее, номер стандарта, за что заплатила, то и получила. Но стандарты обратно же тоже разные есть. Так, я буду ждать, пока ремонтные работы пройдут. Потом уже включусь. Всё, ремонт уже в моём номере закончился. Продолжаем. Установились мы с вами на одеяле. И также сейв. Сейв, ребята, бесплатный. Вот, и есть щёточка. Ой, кто-то спешит ко мне. Есть щёточка для... Кто-то спешит ещё чего-то в номер. Полотенце принесли. Не знаю, что тут ещё не хватает. Я ещё долгом даже и не обсматривалась. И щёточка для обуви. И проходим с вами дальше. Здесь мы видим зеркало во весь рост. Обожаю. Привет-привет, друзья вам, из Египта. И также по левую сторону здесь есть такая вот тумба с мрамора для чемодана. Заходим. И тарадам! Вот мои апартаменты. Я оплачиваю двухместный номер, проживая в номере одна. Наверное, потому здесь и две кровати. Также постельная, как вы видите, белоснежная. Простынка белоснежная. Подушечки мягенькие, белоснежные. Изголовье кровати. Такого я ещё не видела. Всё бывает первый раз в нашей жизни. Вот, пожалуйста, увидела. И показываю вам. Очень много чего хочется сказать, но я промолчу. Потому как, да, кстати, хочется добавить то, что в отеле, в принципе, и в ресторане, да, и также я вам показывала там, где лобби, где в холле. Везде вот такие вот, либо же железные кресла, либо же железные стулья. Вот, ну, такой вот стиль отеля. Назовём это так. Две кровати. Постельная, белоснежная. Переходим дальше. Здесь у нас такой же железный стул. Вот, хотела сказать, чистый, но это железо. Вот, ну, добротный стул, кстати. Вот, так. И также видим небольшой совершенно столик и небольшое зеркало. Два светильника, современный телевизор. И также в номере есть кофейный набор. Две бутылки воды. Хороший чайник. Вот, сливки даже есть. Первый отель, где я вижу не только кофе, но и также сливки. Ну, сливки там не одни, вот, а полностью набор. Два стаканчика. Так, здесь у нас холодильник. Холодильник, кстати, в хорошем состоянии. Обалдеть! Да ладно. Ребята, по правде сказать, я в шоке. Есть соки, есть шоколадка, есть спрайт, есть кола, есть пиво хайникен и также есть вино. Да, это все однозначно. Здесь будет платное. Вот. И также орешки. Но, конечно, было бы приятно, если бы это было бесплатно. Но, тем не менее, все равно. Почему? Удивлению моему нет предела. Потому как, ну, вы знаете, я даже не во всех пять видела, да, вот в холодильнике уже такой вот, скажем так, набор, да. Вот вы захотели, вы там не идете, там не покупаете, там в лобби-баре. А захотелось вам вечером, да, того же пива. Вот вам сразу, пожалуйста, мини-бар. Открыли? А там у вас скатерть-самобранка. Так, можем посмотреть по ценам. Там, кстати, сразу кола, фанта 45, пиво 150, это 3 доллара. Вино белое-красное 150, вот, и шоколад 60. Да, будете знать, что это все платно. А жаль. Также есть такая вот здесь челлаут-зона. Вот, в принципе, такое себе, знаете, рабочее место, что даже это спички. Я думала, может, иголочка и ниточка. Светильничек тоже вот такой, два таких же совершенно одинаковых стульчика, вот, как и возле зеркала. Ну, и показываю вам в целом свой номер, свои апартаменты. Система кондиционирования здесь вот такая вот, старая. Но, ребята, очень хорошо работает кондиционер, очень быстро охлаждает комнату. Это замечательно. Жарко, в Египте жарко. А сейчас прекрасная половина покажет вам прекрасную половину этого номера. Спасибо большое работникам отеля, ресепшена. Я не знаю, кого благодарить, наверное, всех вместе и сразу, чтобы я могла, да, там, в комнате себя чувствовать комфортно, удобно. Вот, вечером, да, будет чем закрыть окна. Тюль зато белоснежная, шторы добротные. Вот, есть один плюс, да, что тюль белоснежная. И, кстати, я не ходила на ресепшен, напоминаю, что ни полотенца, ни тюль я не просила. Я думала, что, наверное, так нужно, чтобы вот это были одни шторы. Вот, я видела такие отели, там, где просто одни шторы, нету ни тюль, ничего. Вот, здесь, вот, ну, комната действительно, вы знаете, преобразилась, преобразилась. Тут уже ничего не скажешь, действительно, тюль делает своё дело, чудеса. И делаем вот так вот, медленно, и выходим на балкон, да, ребята, балкон здесь есть. Балкон не маленький, балкон достаточно большой. Вот, также на балконе у меня стоит столик и два добротных пластмассовых стула. И, пожалуйста, мои виды. Виды у меня здесь с разных сторон разные, сразу хочу добавить. Вот здесь вот у меня стройка. Вот здесь вот у меня тоже такое вот двухэтажное здание. Понятия не имею, кто здесь живёт, либо работники, либо местные, либо просто оно пустует, но оно есть. На соседний отель, где верхние этажи ещё не достроены. Либо же это не отель, а вот. И также парковка, вот здесь вот дерево. И вот где-то краем глаза у меня виды на море. Так что, ребята, буду я постоянно смотреть налево. Самое главное, шею не свернуть. Вот, ну, конечно же, я вам показала также виды, да, которые будут открываться у вас на территорию отеля. Здесь очень много номеров, даже тех же стандартов, я более чем уверена, с шикарными видами. Конечно же, замену номера я просить не собираюсь. У меня для этого нет времени, вот, и желания. Но здесь есть действительно хорошие номера с обалденными видами. Особенно территория отеля, вот, на бассейн. А если ещё и море с бассейном, ну, конечно, красота. Самое главное, ребята, это первая береговая линия, территория отеля, настроение. Что же касается интернета. Интернет здесь есть, интернет есть бесплатный. Но этот интернет ловит только там, где ресепшн, только вот в холле. По территории отеля интернет не ловит. Но обратно же, да, для звонков, я вам рассказывала то, что в Египте интернет дорогой, он не дешёвый. И особенно, кто первый раз летит, вот, и не совсем понимает, какой он таким мобильным оператором, да, там нужно пользоваться, вот, не совсем понимает в ценах, то он действительно для этого человека будет дорогим. Вот, поэтому то, что есть бесплатный интернет хотя бы в холле, это уже однозначно плюс. В номере кофейный набор есть. Даже мини-бар забит, вот, под завязочку. Ну, правда, платно. Есть нюансы. Здесь уже есть нюансы. В целом, за что заплатила, то и получила. Поэтому я не жалуюсь. Как вам территория отеля? Мне очень понравилась я. Это любовь с первого взгляда, однозначно. Как вам обед? Как вам мой номер, мои апартаменты, номер, ладно, виды? Но вы многие пишите, что для меня номер это не главное. Я в номере сидеть не собираюсь, да, мне главное море и первая береговая. Также напоминаю, что у нас есть новый канал Ксюша Александр про туризм. Обязательно подписывайтесь и туда. Ставьте ваши лайки, дизлайки, комментируйте. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok